План работы на сегодня. Завершим сейчас разговор о теореме, которую мы доказывали в прошлый раз теореме Фридгольма. Мне не понравилось прямо к моменту окончания лекции то, как мы восприняли все Лему-2. Какая-то недоустроенность восприятия вами моего рассказа, а у меня восприятие вашего восприятия моего рассказа, такая рефлексивная схема, меня это не устроило, поэтому я это немножко повторю. Давайте вспомним, что мы делали. Теорема 12.4 Фридгольм. Ситуация описывается так. Есть комплексное Гильбертово пространство, есть компактный самосопряженный оператор, а пространство, кроме прочего, является еще сепарабельным. Тогда, говорит теорема, все это следует существованию, существует артенормированный базис ваш, состоящий из собственных векторов оператора А. Так, запретная зона. Схема, по которой доказывалась эта теорема. Не надо. Я видел на некоторых, там, ну 5 сантиметров не спасут гиганты мысли. Так вот. Ой, виноват. Я задумался. Я вам написал теорему 12.5, но чтобы два раза не писать, можем и оставить. Это цель сегодняшнего разговора Гильберт Смит. Виноват. Я задумался. Это потом. Если вот в сепарабельном Гильбертово пространстве есть базис из собственных векторов компактного самосопряженного оператора. Смысл теоремы в том, что она исключительно полезна А, Б. Второй смысл – это вот очень хорошая наглядная иллюстрация того, что за бесконечномерность надо платить. Если пространство бесконечномерное, то вот этот аналог, известный вам из линейной алгебры теоремы, требует, чтобы оператор был не только самосопряженным, но еще и компактным. В каком-то смысле, чтобы он вел себя как оператор рыв в конечномерных пространствах. Хотя бы по области значений. Понимаете? Так, а что у нас было? Значит, теорема 12.4. Фридгольм опять. Тут проще с формулировкой. Значит, есть комплексное Гильбертово пространство, есть компактный и самосопряженный оператор, а сепарабельность перечи идет. Тогда, говорит теорема, я, пожалуй, вот здесь такой подраздел еще маленький ученю, тогда аж раскладывается в ортогональную сумму образа оператора лямбда. Так, и надо еще сюда включить, только все-таки еще лямбда, не равная нулю комплектным числом. Тогда им а лямбда плюс ядро оператора лямбда. Вот такую теорему мы доказывали. Основную роль в доказательстве этой теоремы играла Лемма-2, из-за которой как раз у меня неудовольствие тем, как я это рассказал, и какой-то оставил след у вас вызвал. Кто мне ее сформулирует? Сформулировка, все должно быть в порядке. Про доказательства я не говорю. И лямбда не нулевое число. Вот из того же, все, что вот здесь написано, следует еще одна вещь в этой Лемме-2, что образ оператора лямбда есть замкнутое многообразие, то есть настоящее подпространство. Это открывает дорогу в формуле, которая идет из теоремы 11-2. Тогда была теорема такая, что если есть компактный, что если есть самосопряженный оператор в гибертом пространстве H, тогда, говорила эта теорема, H есть им а лямбда с чертой плюс ядро оператора лямбда. Понятно, что если у нас образ замкнут, то здесь появляется сразу то, что написано в теореме Фрилгули. Правильно? Ну вот, давайте поймем. Значит, еще раз говорю. С доказательствами теоремы проблем нет. Вот из всего написано, специально писал, сразу все получается. Проблема только в том, что как-то вот мы невнятно провели обсуждение Леммы-2. Поэтому я пишу доказательства Леммы-2. Значит, ей предшествовало Леммы-3, по доказательству которой никаких сомнений нет. Если А самосопряженный оператор, и М подпространство инвариантное относительно А, то есть А, М содержит СВ, то и аннулятор М инвариантен относительно оператора А. Ну, очевидно, мы проверили это. Простенький факт. А вот доказательства Леммы-2 мы сейчас проведем. Значит, она Лемма-2 на некой картине мира помещается, мы скажем, вот сюда, потом сотрем. Вот есть Лемма-2, к ней пришла стрелочка, а может, и не пришла, пришла стрелочка, как я сейчас сказал, из Леммы-3. Сейчас увидим, что к ней пришла стрелочка из Леммы-1, потом вспомним. А вот из нее и из вот этой теоремы, которая тут выше нарисована, где она сидит у меня, теорема-11-2, получается теорема Фридгольма. Вот непосредственно теорема Фридгольма это вот это и вот это стрелочка. Там есть еще отцы-основатели какие-то у Леммы-1, это тоже сейчас еще обсудим, когда дойдем. Но пока что вот так. Итак, Лемма-2. Значит, в чем идея доказательства вот этого таинственного факта? Мы такие факты доказывали для случая, когда какой-то оператор полуограниченный, ограниченный снизу. Помните, бывали у нас такие дела. Здесь этого нет. И техника совсем другая и хитрая. На первый взгляд. Значит, стараюсь разбить эти шаги, понятные. Вот чтобы вы говорили, что мне непонятен шаг номер 17. И мы сразу смотрим, и что там непонятно сразу в стороне. Правда? Такая модульная, чтобы конструкция была. Итак, шаг номер один. Рассмотрим ваш подпространство M равное вот этому ядру, который потом в формулах фигурирует. Значит, лям до меня не нулевое какое-то комплектное число, а компактный, самый сопряженный оператор. Ну, если это собственное подпространство, понятное дело, откуда следует, что M инвариантно относительно A. Правда же? Ну, потому что, если там все векторы собственные, и комбинации их собственные, в общем, короче, это мир собственных пространств, векторов, отвечающих одному значению глянда. очевидно? Давайте проголосуем. Очевидно ли, что это инвариантное подпространство? Девушки? Не, ну что значит вот так? Так не голосуют. Еще раз, Ксения. Все. Значит, по лем, по леме-3 аннулятором тоже инвариантно. относительно A. Но кто есть аннулятор ядра? Вот он. Так ведь? Пишу. По теореме, это следует, что по теореме как она самая была, 11-2 им A лямбда с чертой инвариантно относительно A. Значит, вот здесь стрелочка появляется. Тоже такая. Не только сюда она потом придет в разложение. Она еще здесь появилась. Видите? В самой лембда в доказательстве мы воспользуемся тем, что вот аннулятор Е2 просто так и дешевыми манипуляциями до этого тоже не дайте. Это все теорема проекции. Значит, теорема 11-2 прошла. Хорошо. Пункт 2. Рассмотрим. Я постараюсь сохранить обозначения, какие у нас были, но только некоторые слова изменю. Рассмотрим оператор А с волной, который есть сужение А на вот это самое им а лямбда с чертой. Значит, у меня есть подпространство, я рассмотрю сужение своего оператора. Этот оператор А с волной будет действовать из им А лямбда с чертой в им а лямбда с чертой, правда? Им а лямбда с чертой это подпространство, то есть тоже полновесное Гильбертово пространство, живущее по закону большого Аш. И есть у меня оператор А с волной, который будет сужением оператора, тоже является и компактным, и самосопряженным, что совершенно понятно. Так вот? И про него можно говорить все, что мы говорим про компактные, самосопряженные операторы, включая содержимое лямб 1, 2, 3 и так далее. Согласны? Что нам надо доказать? Нам надо доказать еще раз эту цель, которая пока не поступает совершенно. Надо доказать, что им а лямбда с чертой равняется им а лямбда. То есть, когда я возьму произвольный какой-то игрок вот отсюда, он окажется элементом вот этого, более узкого множества. Вот если я это докажу, то это и будет означать вот эту самую замкнутую. Правда? Ну, если каждый элемент замыкания является элементом самого множества, значит, множество замкнутым. Правильно? Вот, может быть, даже этого не хватало в моих записях прошлого раза, но еще кое-чего не хватало. Как нам это доказать? Вот теперь настал момент. Ну что, сотру я терем гибель вы ее уже изучили, а я ее видите даже под видом терема фридгольма могу им стать. Мне все равно. Поэтому я сотру. Хотя жалко. Главное не стирать ватерлинию. что значит доказать, что игра принадлежит им а-лябда? Это значит, надо доказать, что есть такой элемент х в им а-лябда просто в нашим аж, что образ этого элемента есть у зафиксированный. Ну вот давайте. Итак, значит, теперь перейдем вот к чему. Пока что А с волной совсем никак не проступает. Вот давайте посмотрим на уравнение А с волной с индексом лямбда. Понятно, о чем идет речь. Значит, А с волной минус лямбда и. Вот если рассмотреть такое уравнение, вот если игрок таков, что найдется х из нашего пространства им а-лябда с чертой, то что отсюда будет следовать? Отсюда будет следовать, что если бы это было так, это мечта, отсюда бы следовало то, ясное дело, что игрок принадлежит образу оператора а-лябда, так ведь? Но, поскольку это усужение оператора, ясно, что этот образ содержится в им а-лябда без всяких волн. то есть вот если мы установим вот такой фактор разрешимости уравнения для нашего зафиксированного игрок, будем искать х вот в этом кругу претендентов, то есть всего этого будет следовать то, что наш игрок принадлежит образу оператора а-лябда, что нам и нужно доказать, так ведь? Безусловно, пока все понятно, слава Богу. Давайте теперь, вот теперь мы уже понимаем, что мы пересадились, пересели, нет, лучше пересели, пересадились, это совсем хорошо, но не совсем точно здесь. Мы пересели в мир, где живет оператор а-с-волной. Значит, это компактный, а-с-волной я имею в виду, сам спряженный оператор, живущий в мире, им а-лябда с чертой. Так, тут вот, понимаете, еще важно не запутываться, когда мы все записываем, где операторы с лямбдой, с индексом, где без лямбды, где с волной наверху, где без волной наверху, чтобы ни в коем случае не путаться. Но главное, что у нас, значит, мы а-та пересели к а-с-волной, без всяких. А живет он на этом множестве. Вот, как вы думаете, наша лямбда, может быть собственным значением для оператора с волной. Вот ключевое место в том рассказе, который мне не понравился, который я вёл. То есть, я хочу будоражить вашу мысль творческую. Не может, говорит Михаил, еще кто, что думает. Никита? Может ли лямбда быть собственным значением оператора с волной? Видите, вот я как иезуитский поступаю. Дела была, лямбда никого не трогала, вдруг ее спрашивают, а вы не собственное значение оператора? Ну, так что скажете? Может оно быть собственным значением? Нет. Почему нет? ответ Андрея. Так как если лямбда ну, вот не знаю пока, опять, вот опять не понимаю я. Если лямбда собственное значение, для а волной, то он соответствует какой-то даже собственный вектор, и калк был и калк так как если лямбда собственное значение, то есть и собственные векторы у оператора А с волной лежащие в им лямбда с чертой. Но такие собственные векторы будут являться не только ясное дело собственными векторами для с волной но и собственными векторами для оператора А. Потому что с волной это просто сужение очевидно А этого не может быть потому что все собственные векторы остались в ортогональном наполнении вот здесь Вот характеристика геометрическая эта формула такая Здесь если лямбда собственное значение сидят все собственные векторы Здесь ни одного собственного вектора отвечающего собственному значению лямбда ни нулевого быть не может Понимаете Тривиальная вещь Но мы ее в прошлый раз четко не проговорили Сейчас мы ее четко проговорили Нет Значит это не собственное значение А тогда полемия 1 полемия 1 следует что А? Нет я еще хочу завершить просто Я скажу Я скажу хорошо единственное не не единственное решение уравнения звездочка Уравнение звездочка где-то у меня было Я его сейчас обозначу Вот оно Вот оно уравнение звездочка Правильно? Мы взяли там где-то там где-то где-то зафиксировали игрок вот из-за им а лямбда с чертой И сейчас доказали что оно это уравнение вот это разрешимо найдется х из вот нашего мира вот этого Так Ну а главное что х тогда этот напишу Оттуда следует что существует х принадлежащий им а лямбда с чертой Но на самом деле мне важно что просто принадлежащий h такое что а лямбда х равняется игрок А еще не менее важно то что вот я могу здесь написать а лямбда без черты х Ну это ну в общем не важно возвращаться нет пожалуй уже не буду все Вот я хотел эту разрешимость доказать я ее доказал После этого получается что стало быть им а лямбда с чертой содержится в им а лямбда Там вот я хотел дописать что коопература это перебрасывается Ну это уже не важно мы все поняли поняли мы теперь все Да А в прошлый раз я говорю вот я какие-то мелкости вот такие проговаривал но не писал и ощущение даже у меня было когда закончил с вами разговор что как-то не склеился Все замечательно Лямбу доказали теорему доказали Теперь стадия такая обсуждение нашей теоремы Фридгольма Вот пока я стираю доски Кто-нибудь открывал книжки какие-нибудь Калмагоров Лифамин еще какие-то Сколько теорем Фридгольма вы там насчитать могли Отвечаю У Калмагорова Лифамина например в книжке есть три теоремы Фридгольма В книжке Владимирова в уровне математической физики четыре Вот что это такое и какое-то отношение все эти теоремы имеют к нашей И к тому же вообще исторически наверное вы слышали такое слово сочетание альтернативы Фридгольма Даже не слышали Ну и хорошо А что такое Кирилл Вас как я языковеда спрашиваю Слово альтернатива оно что значит Ну иначе как я буду понимать наименование Альтернатива Вот я задал вопрос У вас есть альтернатива отвечать на мой вопрос или не отвечать В смысле выбора одной из двух возможностей но при этом взаимоисключающих друг друга Это одно из значений слова альтернатива в котором соединены оба на самом деле Во-первых то что они взаимоисключающие во-вторых что их этих возможностей несколько В повседневной речи иногда альтернативами называют вот пойти в зоопарк или на лекцию ну такие нормальные здоровые сформулированные проблемы Правда? Можно конечно сначала в зоопарк потом на лекцию можно наоборот В общем гибриды всякие Все я стираю Значит Этимология? Ну вообще говоря основной источник это уже француз францужный вариант латыни конечно Этимология вот альтер альтер-эго второе я вот пожалуй вот особого я понял Андрей к чему вот вам дал опорную точку так здесь действительно мы не пишем все сейчас стираем но теперь у нас теорема Фридгольма есть вот в таком пока что виде вот то что сейчас будет происходить будет совершать себе превращение вот этой теоремы Фридгольма в те теоремы Фридгольма которые скажем колмогоров именно найдете вот я сейчас приведу только одну формулировку которая собственно называется альтернативой Фридгольма давайте напишем альтернатива Фридгольма это тоже теорема это теорема чтобы всем было понятно вот давайте возьмем и зафиксируем какое-то число лямбда не равное нулю две альтернативы вот в бытовом смысле две возможности либо лямбда собственное значение оператора а так ну а из-за этого условия теоремы либо лямбда не собственное значение оператора вот два столбца две возможности взаимосключающих и образующих полную систему событий либо так либо не так а чтобы не так и не так такого не так давайте смотреть занимаемся левым столбцом раз лямбда не собственное значение не ноль по лемме один лямбда принадлежит резолентному множеству потому что не спектр ну раз оно не собственное значение и не ноль правда же а это значит вот здесь я тогда напишу сейчас рядом с теоремой Фред Гольма вместо вот этих помогающих доказательству теорем я напишу два уравнения уравнения 1 а с индексом миллионда x равняется y и уравнение 2 а с индексом миллионда z равняется 0 неоднородные однородные что означает что лямбда претра первота это значит что уравнение 1 имеет единственное решение при любой правой части можно там при единстве собрать но я вот все таки из апреля вот давайте зафиксируем это в такой формировке не то что вот лямбда такая а что уравнение 1 имеет единственное решение при любом игрок пойдем сюда лямбда собственное значение а тут надо просто внимательно посмотреть на вот эту формулу вот здесь написано что раздел собственное значение что вот этот второй кусочек а ты не 0 ведь надо на нее смотреть как на описание множества и малямбда то есть множество таких игроков которые можно в таком виде представить как ортогональное дополнение к ядру вот если ядро тривиально то вот по лямбе 1 тут сразу все получается автоматически а вот если здесь не 0 то получается что уже и здесь не все пространство сидит а каким будет условие разрешимости уравнение 1 имеет решение в скобках не единственное тогда и только тогда когда игрок ортогонален всем решением уравнения 2 правда же ну потому что вот здесь написано как раз описание ядра а поскольку игроки в таком виде представлены по этой формуле есть элементы ортогонального дополнения к ядру то вот я и получил формировку и вот классическая формировка теоремы фридгольма я вот здесь сейчас сменю рамку и вы поймете почему вот например в книжке Владимирова ой в Калмогоров имена теорема фридгольма называется такое тверденье пусть h гильбертово пространство а компактный самосоприродный оператор а лямбда не равное нулю комплектное число тогда либо уравнение 1 имеет единственное решение при любом игрокейзаж либо уравнение 2 имеет не единственное решение и так далее но это в таком виде было бы не интересно вот в книжках идут как бы зачеркнув вот это по пути такому есть альтернатива между этим и этим они вот у меня я специально так рисовал на разных этажах умственных усилий находятся здесь взяли просто условия собственное значение а здесь из того что они собственно еще что-то вывели и вот здесь на самом деле можно в таком виде формулировать можно немножко варьировать но суть от этого не меняется значит это вот такое утверждение такого сорта и называется теремия 2 вот если быть точным то вот например вот у колмогурова имена просто называется это так либо вот так либо уравнение 2 имеет ненулевое решение ну понимаете вот эта фраза ненулевое решение но это ну просто-напросто эфемизм такой это замена вот этого уровень 2 имеет ненулевое решение но она вот в этом месте книжка написана на языке этих двух уравнений а я хотел чтобы все-таки у нас следы вот этой великой формулы из которой все вытекает прослеживаясь поэтому я бы сказал так вот либо так либо так колмогурова либо так либо уравнение 2 имеет ненулевое решение ну в книге Владимира почему появляются например 4 теоремы например одна из наших теорем теорем 12-2 помните про то что при лямбе неравном нулю размер на собственное пространство конечное вот это тоже теорема фридгольм дело в том что фридгольм была замечательная работа там 1912 года где куча все было фридгольм на самом деле такие один из таких же основателей функционального анализа важных супер важных как банах и другие но только через вот специфические задачи интегральных уравнений которыми он занимался и вот его работы этого периода они настолько точны что я помню лет 40 назад там как-то прошла такая волна люди которые ссылались на некоторые теоремы более поздние потом под лением тех кто знал работы фридгольма все-таки научился ссылаться прямо на эти самые работы фридгольм ну раз это у него уже было сделано то что тогда придумать понятно Кирилл все понятно сегодня давайте вот как только появится что-то непонятное сегодня вы мне сразу сигнал тревоги подает а вот теперь следующая наша цель на сегодня это теорема как раз Гильбета Шмидта больше я вот комментирую это не буду я могу здесь понаписать еще всякое но вот это у меня достаточно вот классическая альтернатива Фридгольма рядом с нашей теоремой но согласитесь вот такое написать куда приятнее чем запоминать вот эти какие-то случайные альтернативы которые если не знать эту формулу и запомнить то трудно а когда я вот это знаю что я могу прочитать здесь это просто вот взял лямбду и проанализировал что получается когда здесь тривиальное многообразие и когда нетривиальное так все понятно еще раз прошу больше не буду спрашивать все ли понятно буду все только стирать ну придется написать конечно теорему Гильберта Шмидта куда деваться кстати кстати вот к той теореме которая там была вот давайте подумаем к ней еще что-нибудь можно прорисовать вот откуда лема-1 пришла лема-3 вот здесь родоначальник это в чем-то она тривиальная ну сам спиржен оператор а вот когда мы лема-1 доказывали в прошлый раз и вопросов вроде не было там мы что использовали давайте да там мы пользуемся существенно причем критерием принадлежности числа спектру терема-11-3 вот оттуда пришла ну еще сбоку здесь определение компактного оператора конечно сидел вот это сам спряженная сторона оператора а это компактная сторона оператора вот они там соединяются и все получается ясно ну вы можете еще пока на него смотреть вы знаете даже вот уже для теории гильбета шмидта нарисовать такую таблицу как вот это гораздо сложнее она пол страницы занимает а вот на весь курс это благороднейшая задача и тот что я сделал осуществить будет конечно высоко оценен руководством школы фпм и а на экзамене вы будете всем говорить что мне не надо давать дополнительную задачу я уже составил какую-то таблицу не знаю подействует это или нет говорить но мысль очень правильная михаил действительно наличие ну понимаете если у меня будет простыня два листа а4 разве это путеводитель не надо в компьютере я путешественник я приехал в страну теорию компактных самосопереженных операторов вышел на улицу с листком бумаги достал второй листок третий и там написано путеводитель и дальше вот все такие я же ничего не найду вот эта схема хороша она прозрачна реально прозрачна а там уже нет я придумал новое понятие фрактальная карта это когда берешь карту начинаешь в нее сматриться выясняется что каждый кусочек тоже имеет такой фрактальный характер ну как береговая линия Британии знаете с какой работой Мандерброд она началась ну вот это она и есть можно измерить длину береговой линии Британии ну что стираю поехали теорема Гильбета Шмидта так давайте подумаем значит опять нарисую ее теорема я вам уже вот цитировал преподавателя математики в Пушкинском лице в Старшко-Сейском он говорил не нарисуем теорему он говорил интереснее он говорил вообразим теорему но разумеется после таких слов никто из выпускников лицея математики не знал потому что вообразить теорему это дело немыслимое итак пусть H на С сепарабельное сепарабельное гильбертово пространство запятаем а компактный самый сопряженный оператор ну действующий ЗАШ-ВАШ тогда ВАШ существует найдется имеется артерном артерном байзис состоящий из собственных векторов оператора А вот такая теорема давайте остановимся на секунду вот откуда мы можем взять этот байз ваша вера в индукцию подкупает давайте вам скажу сделайте 17 524 шага в сторону Москвы сделайте во-первых собьетесь при подсчетах во-вторых вам а а дальше по индукции нет в общем не совсем все давайте подумаем вот вас не настораживает то что у нас были например вот теоремы в разделе сам сопряженный оператор 11 2 и 11 3 мы их использовали а например вершину на этой тропе теорема 12 5 про то что спектр сам сопряженный оператор есть отрезок есть часть отрезка m-m-plus на вещественной оси и так далее где мы не используем еще вот теоремы с которых мы начали параграф про компактные операторы что при лямбде не равном нулю размеры собственного пространства отвечающего значениям до конечна тоже не использовали странно довольно получается начали параграф общая там была теорема первая про то что предел познанности компактных операторов есть оператор тоже компактный это я понимаю это отдельно песня но потом пошли какие-то разговоры про спектр и прочее и вдруг вот я делаю вид что их и не было вот настал момент когда это все нам сейчас пригодится в этом доказательстве которое сейчас пойдет главную роль в доказательстве я отвожу теоремию 11.5 12.2 право собственное и следующий леми 4 которая сейчас и пойдет итак леми 4 а там потом соорудим значит пусть у меня аж гильбертово пространство просто а компактный сам сопряженный оператор и этот оператор не нулевой не выраженный это развитие цепочки лем например все и мы первые что всякое ненулевое число в спектре компактного самосопряженного оператора есть собственное значение а вот как вы думаете что меня сейчас будет интересовать есть ненулевой компактный самосопряженный оператор а есть ли у него хоть одно ненулевое собственное значение ненулевое число взаимодействий вопрос прям так и записать формировки у такого оператора должны быть и так далее тогда у оператора а существует собственное значение не равное нулю я не буду даже сейчас обозначать просто вот есть не равное нулю и все верно все сформулировали будем доказывать знаете доказательства лима где была доказательства теорема шапка где доказательства лима как вы думаете с помощью какой из теорем от которой здесь приосанившись выстрелились в ряд мы это легко и быстро докажем конечно по теореме 11.5 спектральный радиус а это как мы помним по определению супрама модуля лямбда когда лямбда бегает по спектру можно считать двумя способами это есть норма оператора в такой ситуации и есть наибольшие из чисел m минус по модулю m плюс по модулю вот это условие что не равно нулю оператор означает что вот эта норма не равна нулю это отсюда приходит он не вырожден значит что у него норма нуль но в нормированном пространстве элемента норма равна нулю тогда это нулевой элемент правда так а еще это наибольшее из чисел модулю минус модулем плюс по вот этой теореме m минус m плюс эти точки принадлежат спектру нашего оператора а поскольку вот это число не ноль как вот здесь написано значит хотя бы одно из этих чисел отличное от нуля правильно правильно ну раз вот написано что наша норма не ноль а есть наибольшее из этих чисел значит одно из этих чисел хотя бы не ноль так вот тот который не ноль по леме 1 это m звездочка внизу не равна нулю есть собственное значение все лема заказалась сама по себе но с помощью теорема 11 даниил кирилл все понятно по моему да пока никаких проблем нет вот мы когда-то когда доказали особым образом в гибертом пространстве теоремы банных об обратном операторе мы отступили на такую тропу характерную для линии на алгебре на самом деле всей и конечномерной и бесконечномерной из-за множества мелких и понятных утверждений получается какой-то венок который уже вовсе простым не назовешь это вот эти теоремы о которых мы сейчас говорим вот мы продолжаем движение мысли что вот здесь что рядом ну смотрите по условию дано что оператор не нулевой но если он не нулевой значит у него и норма не равна нулю в нормированном пространстве операторов ведь определение нормы норма элемента равна нулю тогда и только тогда когда это нулевой элемент показываю где мы это использовали вот это число спектральный радиус с одной стороны это разные части это теоремы один из пять это и это и это первая строчка мне говорит что это не ноль вторая строчка говорит что из этих двух чисел хотя бы одно число не ноль раз максимум из них не ноль теперь понятно да спасибо итак продолжаем доказывать теорему двенадцать пять вот эта теорема выстрелила это доказали а это еще не использовалось так ведь ну просто вот она хочет тоже здесь вот эта замечательная фраза я очень люблю нашего психолога выгодского звучит эта фраза так яблоко хочет чтобы его съели теорема которая вот здесь вынесена в список участников доказательства она хочет участвовать в этом доказательстве правда же вот этот момент настал вспоминаем свойства а точнее просто вспоминаем лучше даже так что а компактный оператор вот по теореме двенадцать два лучше даже вот здесь все-таки наверное написано двенадцать три теперь все вместе по теореме двенадцать три сумма размерностей собственных пространств по всем лямбда которые лежат вне какого-то круга с центром нуля это сумма конечно из этого следует это учитывает и то что там конечное число в базисных системах этих пространств они все конечномерно но и то что их всех этих пространств тоже конечное число а что это мне позволяет сделать вот если я возьму какой-нибудь кружок радиуса дельта на комплексной плодкости где лямбды живут вот то что лямбды живут в С вот я так написал то вот эта теорема говорит что вот какой бы круг я не брал даже самый маленький в его внешности будет находиться лишь конечное число собственного значения это в чистом виде тюрем 12.3 а поскольку еще ну в общем понятно была такая тюрем вот что это мне позволяет сделать раз их конечное число можно их все упорядочить по убыванию собственных значений модулей простите и вот например пусть у какого-то числа лямбда 1 было семимерное собственное подпространство я напишу это лямбда 1 7 раз назову их лямбда 1 лямбда 2 лямбда 3 лямбда 3 лямбда 4 лямбда 5 лямбда 6 это я по стопам их иду лямбда 4 лямбда 5 лямбда 6 лямбда 7 у каждого есть свой собственный элемент E какой-то и вот я теперь буду считать что они все эти лямбды соответствуют каким-то собственным вектором или лучше сказать вектором соответствует вот у лямбда 1 E1 одномерное такое Ну, если вот, скажем, у лямда 1 из того была кратность 7, ну, вот будет у меня 7 элементов E1, E2, E7, которые базис образуются в собственном пространстве для лямда 1. Ну, я вот так их всех упорядочу. И вот давайте введу в игру систему элементов EN по лямбдену неравному 0. Что? Дельту мы зафиксировали, при этом не зафиксировали? Кого зафиксировали? Нет, дельту я не зафиксировал. Понимаете, я потом дельту буду уменьшать, но все равно я смогу их всех перенумеровать, потому что возьму дельту равную единицу, 1, 2 и так далее. Все точки вне нуля я рано или поздно выловлю в этой перечислительной процедуре. Останется, правда, 0, который может быть кем угодно. Может быть, он, например, собственное значение бесконечной кратности. Правда? Но вот это самое ядро оператора А, оно является частью нашего сепарабельного Гильберта пространства, и в нем тоже можно выбрать, можно выбрать артенормированный базис какой-то. Так ведь? Вот эти е я буду выбирать так. Значит, есть у меня, например, лямбда 1 кратности 7. Я собственные векторы буду выбирать как артенормированный базис в этом конечномерном пространстве. Лямбда 1, лямбда 2 и так далее, лямбда 7 получают в себе соответствие элементы Е1, Е2 и так далее, Е7. Эти я ортогональны. Ну, в собственном подпространстве выбираю артенормированный базис. Смогу. И так при каждом лямбда конечной кратности. Вот это все, полученное таким образом, даст мне какую-то артенормированную систему здесь. Выберу я здесь в ядре, если это даже бескочномерный, артенормированный базис. Автоматическое, как вы знаете, отвечающее, помните, теорему 11.1, самую первую, если у меня есть два собственных вектора, отвечающих разным собственным значением, то они ортогональны. Вот у меня сейчас в моей системе ЕН и, ну, я ее обозначу вот как-то вот так, Е0, это базис в ядре, вот здесь у меня все элементы попарно-ортогональны. В Е0 это артенормированный базис ядра оператора, а вот эти элементы внутри собственного подпространства ортогональны, потому что я их буду так выбирать, а между разными подпространствами ортогональны в силу теоремы 11.1, что отвечающее разным собственным значением собственные векторы, попарно-ортогональны. Кирилл? Вы потерялись. Где вы потерялись? Покажите на карте. Где вы потерялись? После проведения Е1. Вот здесь? Ну, смотрите еще раз. Вот у меня появилось реально сначала, давайте я его обозначу, лямбда-1 с волной, кратности 7, как я все время говорю. У него есть собственное подпространство, в котором я возьму ортенормированный набор векторов Е1, Е2, Е3 и так далее. Они все попарно-ортогональны. В этом семимерном собственном пространстве. И запишу это все следующим образом. Я 7 раз повторю число лямбда-1, но около первого напишу, как вектор Е1, а около этого Е7. И вот потом эта цепочка по убыванию вот этих модулей у меня и пойдет. Каждая лямбда будет в списке повторяться столько раз, какова кратность, а элементы, которые под ними написаны, будут давать базис в соответствующем собственном пространстве. Потом я к этому добавлю еще, если понадобится, если там кто-то есть, ортенормированный базис ядра. Это как бы лямбда равняется нулю. А минус 0, И. И вот все вместе, я сейчас обозначу вот так букву в КЕ, это будет у меня вот система эти плюс вот эти. Дельта пропала. Дельта мне нужна была для того, чтобы все собственные значения упорядочить по убыванию модулей. Я сказал, подождите, вот нет, я это говорил, вот взял сначала дельта равна единице, выписывал все лямбды, которые снаружи, потом в полосе от 1, 2 дали единицу и так далее. Все дельты, находящиеся вне нуля, у меня в этот список попадают. Я понимаю, что дельта просто кажется у нас на доске не записана. Это словами было проговорено. Я вот сказал, что вот, тут вот эта цепочка вся. Дельта нужна для того, чтобы выстроить все лямбды по невозрастанию собственного значения. С припиской, что у каждого есть собственное подпространство, и я, взяв ортенормированный базис в одном собственном подпространстве и написав лямбду столько раз, какова кратность этого пространства, получу вот такую цепочку. Не хотим, конечно. Я вам приеду сюда, если будете в плохой части, кучу людей с высокими академическими знаниями, которые скажут, что чем меньше вы будете вообще встанять актемы выбора, тем будет лучше. Договорились? То есть мне не приводить их? Хорошо. Как вы думаете? Вот. У меня есть ортенормированный система Е. Я думаю, что она на самом деле будет и базисом. Как мне это можно доказать? Конструктивно построить разглажение для производства? Нет. Ну, как конструктивно построить, если даже аксиомы выбранят? Помните, у нас была теорема в параграфе 4 про то, что для ортенормированной системы следующие свойства являются свойствами, равносильными свойствам быть базисом. Система полная, то есть замыкание линейной оболочки совпадает с пространством, ну и так далее, и так далее. Вот именно этим пунктом, именно этой теоремы, как она была теоремом? 4.4, наверное, там. Ну, номер какой-то у нее был. Вот давайте сейчас я этим воспользуюсь. Так, вопрос только где я этим воспользуюсь? А вот здесь и сотру. Поскольку вы все равно говорите, что тут все непонятно как написано. Я вот здесь-то как раз не боюсь, что вы что-то не поймете, в отличие от лемы 2 из теорема Фридгольма. Итак, вспоминаем. Ортенормированная система ваш, Ортенормированная система Е, является базисом в том и только в том случае, когда линейная оболочка этой системы плотно H. То есть, замыкание линии оболочки, множество всех конечных линейных комбинаций, есть все H. Вот именно это я и буду доказывать. Я сейчас обозначу это через M. И давайте буду рассуждать так. Моя цель доказать, надо доказать, что M равняется H. Пока что M получилось просто как какое-то подпространство. И раз оно подпространство, можно написать теорему проекции. Вот теорема проекции возьмет на себя все технические трудности, Михаил, которые вы хотели преодолевать с помощью неизвестной науки активного выбора. Вот если я докажу, что второе слагаемое тривиальное, нулевое, то значит, вот это есть все H. Правда? Вам ничего не напоминает эта картинка? Подпространство, аннулятор, ортогональное наполнение. Мы сегодня сталкивались с такой какой-то конструкцией. Да, в Лиме-2, помните? Вот здесь оказывается все то же самое. Только чуточку иначе. Но по идеям то же самое. Давайте. Мысль первая. M, N-варианта относительно A. Ну, формально это понятное дело, потому что все это есть пределы последностей, составленных из собственных векторов. Если у меня какой-то элемент принадлежит вот этому M, то это значит, что у X есть предел какие-то альфа по N. Альфа N, K, E, K. Сумма у меня будет, но нет, это плохо по N. Да, да, это у меня будет сумма такая. Здесь будет какая-то сумма по K. Ну, есть набор каких-то последностей, коэффициенты меняются при разных ЕК, все в конечном числе. И вот X это их предел. Но понятное дело, что если оператор МАН на это поднест, то в силу неприемности он вползет сюда. Здесь получится L, N, D, K, E, K. Ну и тут понятное дело уже структура будет такая же, как и так. Будет предел последствий элементов явно из вот этого мира линейных конечных комбинаций. Так что тут очевидно, что M инвариантно относится, а это просто пояснение. Ну, а тогда что? Полиметри. Аннулятор. Тоже инвариантен. Относительно оператора А. Что ваш опыт сегодняшнего дня подсказывает в качестве следующего шага? Конечно. На какой образ? Здесь нет никакого образа. Я сказал, что то же самое, но не совсем. А вы говорите образ. Если образ, то совсем-совсем. А здесь совсем, но не совсем. Зачем же нам тогда L, N, 3? Миш? Конечно. Вот раз у нас теперь пространство разбито в сумму, эта инвариантна относительно, значит, и эта инвариантна. Правда? Вот вы помните нашу цель? Мы хотим доказать, что вот это ортогональное дополнение к M, M, аннулятор, тривиально, нулевое. Михаил, для вас что пустое, множество что ноль? Нет, ладно, я не прекращаю. Нет, вы замечательно, а же оговорки делаете, правда? И лучше, если вы их будете сделать здесь. Я надеюсь, что рано или поздно вы же их перестанете делать, правда? Нет, правда. Вот, не серьезно, все нормально. Так вот, наша цель доказать, что M тривиально. И вот это мы сделаем, изучая оператор на этом пространстве. Вот одна из таких вообще общих установок, которые нас как-то проскальзывали, что можно изучать мир какой-то, описывая то зверье, которое там бегает. Ну, я говорю еще раз, вот представьте себе, что вы вышли сейчас в коридор после лекции, а там кенгуру пробежал. Один, другой. Вы подумайте, что мы в Австралии, что ли? Ну, раз кенгуру по коридорам бегают. Вот так и здесь, изучая свойства обитателей фауны, отображения, можно сделать выводы. Вот у нас была в той теореме, в той стандартной по книжкам всем критерий компактности метрического пространства. Полный, вполне ограниченный, компактный, последовательность любой, можно выделить сходящуюся под последовательность, всякая бесконечная нужность имеет определенную точку. Мы бы дополнили еще одним пунктом эту теорему, что все непрерывные функции ограничены. Это характеристическое свойство. Вы вышли в коридор, там кенгуру бегают, но все какие-то ограниченные, не выше трех метров. Вы думаете, наверное, это не просто Австралия, компактная Австралия. Ну, так оно и окажется. Все, поехали, развлеклись. Итак, значит, доказываем, что М, аннулятор, тривиальное нулевое многообразие с помощью изучения оператора А на этом подпространстве. Не надо это записывать на доске, Михаил, а то опять скажете, что это не было на доске записано. Не знаю, вроде звучит нормально. Спасибо. Звучит нормально. Я буду понимать слово нормально звучит, как то, что запоминается. Вот такие вещи иногда лучше проговаривать словами, я уже серьезно говорю, и не писать на доске, потому что, ну, впечатывается в разные куски разных полуша и разные. Печатное слово туда, это сюда. Я хочу достучаться до эмоциональной части вашей головы. Так, могу я стереть все, кроме вот этого. Там за рамкой границы все пусть висит. Итак, рассмотрим. Я, чтобы подчеркнуть вот сходство этого подхода с тем, я даже обозначение возьму то же самое. Сначала хотел другую букву взять, с другой, там, тильда или чем-то еще. Итак, рассмотрим. Оператор с волной, который сужене А на вот этот самый аннулятор. Ну, впрочем, могу написать, что он по-прежнему компактный, самый сопряженный оператор, как и тот оригинал. Верно ведь? Ну вот, мы в одном... Сколько у нас в запасе минут? Десять? Двадцать. 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 Все? Ну, за двадцать минут можно до Москвы добежать. Смотри, приду к Михаилу сделать семнадцать тысяч пятьсот шагов в правильном направлении. Вот давайте, первый шаг ваш. Значит, еще раз, мы должны каким-то образом получить, что М со значком аннулятор тривиальное многообразие. Вот, помните, вот здесь была написана замечательная совершенно трактовка нашей формулировки теремы Фридгольма в духе старых книг. Альтернативы Фридгольма, две возможности и так далее. Вот я хочу сейчас что-то подобное написать, но только неприменительно к числам, как там было. Лямбда собственное значение, не собственное значение. Вот какие есть возможности у оператора с волной? А? А сильный не будет собственного здоровья? Не совсем так. Вот я начну с более грубо. Нет, Андрей, я хочу более грубо. Вот давайте рассмотрим два варианта. В жизни А с волной, ну, как Михаил говорит, либо пустое множество, либо не пустое. Либо тривиальный оператор нулевой, либо нетривиальный, не нулевой. Вот две возможности. А с волной есть нулевой оператор. И вторая, это я уже клемм 4 подбираюсь, а с волной не нулевой. Сотру я теперь вот это, потому что оно себя уже изжило. Значит, вот по столбцам идем и должны уложиться в то пространство доски, которое тут осталось. Вот а с волной нулевой оператор. Что вы можете мне про него сказать тогда? Миша, вот вы говорите правильные по мысли вещи, но вот вот в отличие от многого, что я говорил до этого, это не запомнится. Ядро совпадает с областью определения. Но кто это запомнит? Ядер много, в области определения еще больше. Индивидуальности нет. Давайте подумаем. Вот что значит нулевой оператор? Это ведь означает, что а с волной от х всегда равняется нулю. То есть, для каких х? Для любого х из вот этого самого аннулятора. Правда? То есть, все это подпространство, на котором мы сидим, это есть гидро оператора а с волной. Это собственное подпространство. Так ведь? Есть собственное значение ноль, и там кто-то живет. А может там кто-нибудь жить? На самом деле, там, если кто-то живет в силу вот этого, то это, естественно, собственные векторы и для оператора а, отвечающие значению ноль. Так ведь? Но все собственные векторы остались там, в мире m, вот тут. Ну и вот стер разложение m плюс m аннулятор. В m остались все собственные векторы, что из них получается? Но все собственные векторы там. Здесь ни нулевого ничего быть не может. И в том случае не может быть. Если m аннулятор не тревиальный, то приходим к ретворечию. связанным с тем, что должны быть собственные векторы все в нем. Он весь состоит, этот кусок из собственных векторов. Они все остались во втором элементе разложения h. Кирилл? Кирилл? Что делать? Нет, еще раз. Вот чтобы осознавать, давайте еще раз написал вот эту формулу. h есть m плюс аннулятор. Здесь сидят и собственные векторы все оператора а. И все, что можно предельными переходами из них получить. Вот помните замыкание на оболочке. Вот здесь у нас рассматривая на ортогональном дополнении наш оператор предположение, что оператор нулевой, мы приходим к выводу, что этот мир, на котором он нулевой, не может быть нетривиальным, потому что тогда он весь состоял бы из собственных векторов, а их сравняют с нулю. Так ведь? А все эти собственные векторы остались там. Здесь их уже нет. Значит, не может быть аннулятор нетривиальным. Вот в этом первом случае обязательно получается, что второе слагаемое тривиально и значит m равняется h. А это есть то, что мы хотели доказать, правда? Вторая колонка возможностей. Предположим, что оператор не нулевой. Грубо говоря, я хочу получить в обоих случаях, что не может быть аннулятор нетривиальным, но по разным причинам и соображениям. Вот пусть а не нулевой. Что говорит лямбе 4? Тогда по лямбе 4 следует, что у а с волной есть собственное значение лямбда не равное нулю. Какое-то. верно? Ну, ясное дело, что оно будет являться и собственным значением оператора а, потому что с волной есть его сужение. Очень хорошо. Но если оно собственное значение, значит, должен быть собственный вектор. Особный вектор опять же остались вам. Если у меня вот этот мир нетривиален, то я прихожу к противоречию. В обоих случаях противоречие вызвано предположением, что аннулятор М не нулевой. Что здесь, что здесь получают противоречие. Ксения, понятно нам? Данила не спрашивает, Данила уже. Ладно. Так, ребята, все ли понятно? Очень хорошо. Теорема доказана? Теорема доказана. Давайте немного поговорим о том, что из нее получается. Вот, сотру теперь доказательства. В качестве упражнения на эту тюрему вот задача в задании у нас есть. Я долго думал рассказывать сегодня соответствующий оператор. Нет, не буду. но сейчас расскажу про задачу, которая делается. Задача на применение теоремы 12.5 Гебета Шмидта. по-моему, это задача 12.18. Есть оператор Вольтера F от F в точке Х, интеграл по Т от 0 до Х F от Т до Т, рассматриваемый в пространстве 2.0.1. 2.0.1. Этого оператора. Это не умеет вообще находить нормы этого оператора. Молодцы. Какую? Да, можно по-другому. Это у вас Шамаров, да? Кто семинар ведет? Это пожалуйста. Нет, просто мне интересно с кем на семинаре ребята разбирали. Ладно, в общем, вы не знаете. Хорошо. Вот моей точки зрения самый удобный вариант решения этой задачи с помощью теоремы Гильберта Фмитта самый удобный потому, что он полностью соответствует задаче вот в таком качественномерном случае. Значит, у меня есть евкридовое пространство СРН-2, есть оператор заданной матрицы А и Ж. Ну, то есть АХ это результат умножения столбца Х слева на матрицу квадратную А, НН. Вот если я захочу найти норму оператора А, операторную норму в таком пространстве Чего она равна? задание прошлого семестра Прошлого Так Чего? Какой? Да шуте, как же задание сдали? Ну, как-то сдали, да Так Хорошо, Кирилл, вы сдавали задание в прошлом семестре? А? Сдали? Эту задачу решили? Но поскольку вы к ним шли, вам задание поставили. Ясно? Михаил? А, то есть это не задание задачи? Вот Михаил говорит, что это задачи не задания, Кирилл говорит, что он не дошел. Запросто. Это все до поля Короче говоря, вот там задача решается так. Я пишу выражение АХ в квадрате, то есть АХ АХ Перебрасываю оператор туда, без комментариев теперь это все делаю, А со звездой АХ Получаю вот здесь самый сопряженный оператор, ну, потому что если на языке матриц, когда транспонирую матрицу А, ТР, А, то получается А, ТР, вот это умножить на два трансформирования то есть самую матрица симметрическая. Вот эта идея вообще перехода от произвольного оператора к в каком-то смысле оператору самоспряженному с ним связанному в каком-то смысле это общая частая идея математики этого круга. Дальше. Это самоспряженный оператор, значит, есть артономированный базис. Вот я его обозначаю ЕН ЕК я в ИРН работаю. Артономированный базис. наш элемент Х, который там фибровой, я записал в виде суммы КСИИ ЕИ, ну, К, раз там К, здесь Н, правильно? Подставил туда, получил сумма КСИИ ЕИ, это первый саммножитель, а второй, поскольку это собственные векторы, здесь будет сумма стоять КСИИ Лямбда ЕИ, правильно? Ну, и поскольку артономированный это базис, при перемножении останется диагональ сумма Лямбда ЕИ КСИИ в квадрате. Лямбды и все не отрицательные, как легко понять, раз мы начинали с этого, и тогда можно написать неравенство. Это не превосходит максимального из лямбда КАТОХ, Макс пока умножить, на сумму КСИКАТОХ в квадрате. Ну, равенство парсевая, сумма КСИКАТОХ в квадрате это квадрат нормы Х. Все. Оценка сверху, нормы оператора, им приходят корни из этого, наибольшего собственного значения оператора со звездой А, ну, и понятно, что достигается на соответствующем собственном векторе. Поэтому, то, что он действительно знает вычисленная математика очень хорошо, в евклидовой метрике норма оператора заданного матрица А и Ж есть корень из-за наибольшего собственного значения матрицы А, транспланированной А. Так вот, оказывается, один в один повторяется эта схема вот в этом геймертовом пространстве. Мы вот не знаем, только пока не обсуждали, почему такой оператор компактный. Вот я думал рассказать сегодня, но вот у нас будет отдельный параграф 14-й про всякие дела в функциональных пространствах. И я хочу, чтобы мы там это разобрали. Поэтому, вот если вы сейчас поверите на слово, что этот оператор компактный, что сопряженный к нему, который вы найдете, отдельный интегральный оператор, тоже компактный, я сейчас скажу, какой там критерий, то тогда можно будет вот такую прогнать схему, только здесь будет не конечная сумма, а бесконечный ряд. Базис появится, потом пропадет в равенстве форсевале бесследно, а все дела останутся. Класс. Значит, вот что нам предстоит сделать потом, чтобы было честно. Это так называемый оператор Гильберта Шмидта, вы понимаете, что это восходит и к теореме тоже. Но я не могу вас спрашивать, знаете ли вы математика Шмидта, потому что у кого-то семинары была Елена Шмидта. Так ведь? А Шмидт вообще, говоря, это один из учеников Гильберта. Итак, операторы Гильберта Шмидта пишу смотри параметр 14. Забегаем вперед. Значит, предположим, что у меня есть пространство Л2АБ Гильбертова пространства со стандартным скалярным произведением интеграл от произведения F на G с чертой от X. К, если комплекс назначенной функции. И я рассматриваю оператор А, который на функции F действует по формуле. Интеграл по T от A до B К XT F от T DT где вот эта функция К является функцией из L2 на квадратике AB в квадрате. Ну, функция двух перемен. Вот предположим, что она функция из L2. Результат который мы там в параллесе 14 докажем такой А компактный оператор. Вот в том примере, который у нас был у нас в роли К выступает вот что. Давайте подумаем. Ну, отрезок у нас 0,1, а не AB. Это ладно. Вот написано, что есть интеграл от 0 до 1 и он при фиксированном при фиксированном X он идет по T от 0 до X. Так ведь? Значит, у меня на самом деле ядро в данном случае вот такая функция. Это функция двух переменок. Здесь 1 над диагональю побочная, здесь 0. Ну, как вы думаете, такая функция из L2? Она вообще почти непрерывная, можно сказать. Только на некую линию, разрыв, где-то прилично первого рода. А мы вот докажем, что ежели здесь стоит любая функция класса L2, то уже все хорошо. Как вы думаете, мы будем доказывать эту теорему с помощью определения опять компактного оператора или вот наши замечательные теоремы про то, что есть ли есть предел последовательности компактных операторов? Ну, тут как-нибудь такая что-нибудь намекает на пределы. Да, намекается на пределы. Замечательно. Так и есть. Если бы мы хотели работать с помощью критерия компактности, то есть предкомпактности в L2, там есть несколько теорем, вот у Калмогорова была теорема, у Марселя Рисса, это брат нашего Риса, другой, который теорией функции занимался. Ну, а вот на самом деле всегда в таких хороших случаях гораздо полезнее прием связанный с приближениями компактным оператором. Так, сколько у меня? не буду тогда больше ничего пока писать. Единственное, что вот вас еще попрошу дома продумайте вот какую вещь. Есть у меня сепарабельное Гильбертово пространство и есть компактный самоспоряженный оператор А. с чем может быть спектр этого оператора? Ноль всегда туда входит? Вот вопрос первый. Я компактный самоспоряженный оператор А в Гильбертово пространстве. Вопрос первый. Ноль обязательно входит в спектр или не обязательно? Значит, уточнение. Пусть оператор пространства бесконечно мерное. Потому что если бы это было конечномерное, но он управлял диагональ где на диагонали нуля нет. Не обязательно. А вот бесконечно мерное пространство. Кто говорит? А вы можете ее спросить? Почему? Или у вас не принято с ней так разговаривать? Ну понимаете я еще раз говорю вот есть замечательная книжка Геродота где он описывает свое знакомство с разными странами Персии там Бавилоном Египтом про Египет особенно охотно пишет но все время как что-нибудь нетривиальное типа того что является или нуль точкой спектра он пишет а это тайные знания я вам рассказать не могу все дескать мне жрецы рассказали но без права передавать это другим они разрешили упоминать факт потом подумали нет пожалуй и факт можно было бы сказать факт есть а доказательств нет есть и такая изуйская манера передавать точные знания ну вот короче говоря вы должны понять каким может быть устройство спектра у компактного самосопряженного оператора бесконечно мерным гильбертов простран для бесконечно мерности подсказка такая тождествен оператор не является компактным оператором вот в это тут все понятно уже ну представьте себе есть а компактный самосопряженный оператор предположим что 0 у него не входит в спектр то есть принадлежит резоленту множество то есть оператор а непрерывно обратим по условию а компактный но суперпозиция а минус 1 это тождественный оператор тождественный оператор в бесконечно мерном пространстве компактный нет значит уже входит обязательно вот примерно так могла бы отвечать интуиция Михаила если бы хотела поделиться с нами своими тайными знаниями все вам спасибо встречаемся в следующий раз спасибо